привет ребята сегодня хочу обсудить такую тему как плохо или хорошо быть свадебщиком вы знаете несколько лет назад я наткнулся на один такой паблик вконтакте который кстати тогда меня как бы не признавал и не жаловал а потом начал постить мои видео но видимо они наверно не помнят что я это тот же самый парень вот и там авторы этого паблика они где визуализировано то есть мы не знаем кто они фотографий они часто проталкивают мысль о том что быть свадебщиком это плохо это зашкварно это грустно это унизительно это творческий тупик это вообще тупик так послушать что чуть ли не целой ветви в эволюции и я хотел собственно сегодня поговорить с вами на тему плохо ли это быть свадебщиком или нет в этом ничего плохого что дает опыт большой опыт съемки свадеб ну во первых давайте говорить о том что я сам достаточно долго снимал свадьбы и последние два года я их снимал примерно ну я отошел от этого снимал примерно четыре штуки в год и в этом году вот 2018 я в принципе во первых я даже убрал с телефон сайта то есть и когда мне звонят по поводу свадеб я говорю что извините к сожалению в этом году мы свадьбы не снимаем я хотел поснимать какую-то часть свадьбы для двоих потом решил даже этого не брать потому что мне этот диск ну стало интересно об этом я рассказывал перерассказывал вы все это прекрасно знаете но при этом несмотря на то что свадьбами занимаясь у меня нет никакого то что отвращение к свадебщикам я считаю что человек который снимает свадьбы качественно умеет снимать их на фотоаппараты я не говорю сейчас про людей которые нам просто занимаются поливаловым на видеокамер то я считаю что свадьбы это огромный огромный опыт если вы научились красиво и классно снимать свадьбы то вы можете снимать хорошо все что угодно опять же если вы приложите к этому какие-то усилия и ну скажем как будете делать это не спустя рокова действительно будете стараться потому что например если вы будете снимать тоже тот же рекламный ролик то понятно что вам нужно будет сделать сценарий там или еще что угодно но прежде чем я продолжу также очень многие блогеры и всем известные блогеры относятся к свадебщикам как какому-то просто биомусору я вы все их знаете то топовые блогеры которые например покупая себе новую камеру там ну как правило это либо там panasonic g5 либо там sony a7s2 да то есть это две как бы основные камеры на которые снимают большинство людей и они рассказывают что эти свадебщики то кто посмел мне тут писать ты свадебщик да ты в жизни ничего не снял кроме свадеб ребята ну я просто не встарил в конфликт с youtube блогерами потому что я как бы ну мне хватает до каких-то напряжений в жизни так чтобы с кем-то там спорить и что-то кому-то доказывать и тем более становиться объектом там какого-то обсуждения то есть я не гонюсь за этим таким скандальным пиаром но я слушаю их вы просто несете полную чушь полный бред любой свадебщик выше вас по уровню съемки любого блогера просто на порядок дело в том что да когда человек занимался свадьбами и допустим только приходит в блогинг как и я ну скажем так он не очень хорошо знает как работать с хромакеем он не очень хорошо там знает к примеру как качественно записывать звуки обрабатывать чтобы ваш голос там хорошо звучал но он всему это научиться на не за несколько месяцев поэтому относиться вот с таким вот пренебрежением к людям кто снимает свадьбы запомните тот кто вчера снимал свадьбы сегодня уже может снимать музыкальные клипы а завтра может уже снимать фильмы и таких примеров великое множество и кто бы что не говорил потому что я например часто общаюсь киношники потому что либо этом сдаю какое-то оборудование в аренду либо меня просто приглашают на съемках там познакомиться там еще что то то все студенты тех же самых профильных вузов большинство из них подрабатывают снимая свадьбы они даже это не афишируют потому что в их среде да это считается чем-то зашкварным но тем не менее деньги нужны и они тоже снимают свадьбы и те же самые на топовые блогеры например видео блогеры ну и даже не блогера филмейкеры как например фамилию не помню вот сейчас у вас этот канал появился он снимает свадьбы снимает свадьбы никаких проблем и даже брайан фарм которая снимает видео там для радбула и для кучи каких-то других крутых продакшенов блин у них тоже в трейлере есть свадьбы потому что свадьбы как ни крути это базис потому что только работая на свадьба сжатое время сжатых условиях когда у вас нет времени долго что наставить но при этом вы должны давать качественную картинку и только это вас научит быстро работать с камерой и вы скажем так это экспресс-курс поэтому если вы хотите научиться снимать видео то все что вам нужно делать это научиться снимать свадьбы опять же не говорю про съемку на видеокамеру там в автоматическом режиме поливал его естественно можно так снимать и 30 лет 20 лет и море тому примеров теперь что касается свадеб и дальнейшего творческого пути разумеется если вы снимаете свадьбу по 25 штук год а кто-то их снимает и по 40 штук год совсем себя не щадит то ни о каком творческом развитии уже и речи быть не может потому что все эти свадьбы похожи одна на одну они сняты но с использованием уже использованных обточенных сотнями раз приемов и в них как бы нет ничего нового но тем не менее все равно они выполнены на каком-то качественном уровне да если человек делает это не спустя рукава и разумеется чем больше вы снимаете на поток тему вас как замыливается глаз но я ребята хочу вам сказать что тут тоже все зависит от человека например есть люди которые снимают свадьбы и каждую новую свадьбу продолжают что-то придумывать новое что-то интересное они постоянно учатся они смотрят других другие свадебные клипы перенимают какие-то техники комбинируют что-то совмещают а есть люди которые скажем так ну доходят до какого-то определенного уровня у них появляется какой-то набор ключевых скажем так каких-то приемов и они в принципе за счет этих приемов делают свадьбу одну за одной одну за одной и кстати говоря вот честно я начал замечать такую штуку за собой что приезжая на свадьбу мне иногда даже вот хочется что-то сделать как-то по-другому снять я просто понимаю что блин то ли времени нет на это то ли жарко слишком и я думаю блин ладно не буду выкоплучиваться слежу скажешь сниму как обычно все просто так как я это делаю все будет хорошо классно качественно но не более того там не будет каких-то прям известков съемки к тому же у меня скажем так я очень в свадьбах был ограничен по оборудованию потому что у меня не было автофокуса и у меня не было одноруких стабилизаторов и однорукий стабилизатор с автофокусом вкупе сам по себе на него можно вообще снять просто шедевральную свадьбу поэтому мне было их не очень удобно снимать поэтому то что кажется достаточно простым на съемках на самом деле для меня ну скажем так требовало от меня каких-то значительных усилий поэтому опять же все зависит от человека если он хочет совершенствоваться хочет дальше развиваться он будет совершенствоваться и свадьбах и неважно что он снимает свадьбу какой-то там праздник какой-то там на мини рекламный ролик или еще что то он все равно будет использовать какие-то новые приемы и ходы а если у человека но скажем так уже не горит душа к этому он ничего не будет использовать по поводу горит не горит перегорел не перегорел вот я действительно перегорел со свадьбами я просто не могу их снимать вот просто хотите верьте нет просто физически ну понятно что если там будет какой-то апокалипсис и единственный способ выжить будет снимать свадьбу не знаю даже если мне скажут по 4 свадьбы вместе снимать не не кажется я пойду там каким-то рудокопом потому что ну просто просто реально мозг плавится у меня оставалась одна свадьба которую отдал на 14 февраля и у меня срока тачи был пять месяцев и вот я то есть 15 сентября только 16 ну короче я просто отдал за день до конца срока но я просто приурочил это 14 февраля чтоб ребятам было прикольно ребят честно вам скажу там была приятно очень свадьба то есть красивые ребята очень фотокеничные классно снимать их легко и просто все кадры то есть я там принципе снял примерно в два раза меньше материала чем на других свадьбах уже просто не надо было потому что все кадры были в точку не надо было снимать по несколько разных дублей вот и свадьба сама небольшая нужно было сделать свадебный клип и только выездную регистрацию то есть видео там на 20 минут да с трех камер это скажем так одна из самых простых моих свадеб до с точки зрения по напряжности монтажа все равно я сидел у меня вот просто меня на этом стуле вот так колбасит я просто как ужин на сковородке я сижу 15 минут что-то делаю блин не могу пошел куда-то там что-то сделал пошел на какой-то сайт посмотрел там проверил на алиэкспресс где там мои посылки едут зашел на авито посмотрел в этом сам просто физически физически не могу делать вот я перегорел я честно говоря поражаюсь но я не скажу что я восхищаюсь чем-то потому что скажем так вот мы например можем восхищаться человеком допустим учителями которые при нищенской зарплате просто позор на нищенской зарплате в двенадцатом тысячи рублей они скажем так продолжают работать до учить там детей ну не хочу сказать наших с вами детей но я так не могу сказать то что у меня нет детей но вот прям и говорят это вызывает восхищение нет ребята это не вызывает восхищение это вызывает жалость потому что скажем люди которые абсолютно не ценят свой труд они принимают это действительности не хотят ничего менять то есть но они по факту как ладно не буду ударяться в эти темы до политические экономические но скажем так я бы вызывал восхищение если бы те люди взяли заявили о своих правах и сказали мы учим ваших детей и давайте платить эконом по 40 50 тысяч рублей так вот я не могу сказать что восхищаюсь теми свадебщиками которые снимают не знают вам по пять свадеб в месяц и при этом продолжать делать что-то новое мне кажется что они просто зря распыляют свой талант если они умеют так упорно работать и при этом делать качественный продукт снимать качественное видео качество снимать свадьбы то если бы они приложили свои усилия в чем-то другом например они захотели бы там снимать клипы или какой-то там какое-то кино короткометражное то блин они бы достигли там просто огромных успехов и мне просто иногда вот жалко что они занимаются этим хотя они могли бы заниматься действительно чем-то больше. Если подвести небольшой итог к всему уже сказанному, то я считаю, что люди, которые классно снимают свадьбу, они в принципе могут снимать все, что угодно. Ну, как минимум они могут быть классными операторами и постановщиками. Да, возможно, не режиссерами, но операторами и постановщиками. Классные. Люди, которые качественно снимают свадьбу, у них наголово выше познания, чем у всяких там блогеров, которые знают, как ввалив 400 тысяч рублей, расставив светильники, повесив зеленый фон, как его обрабатывать. Это не сложно. Достаточно просто ввалить бабки и 2 месяца поработать на этом оборудовании, и вам все станет ясно. И уж точно эти люди лучше снимают тех, которые купили сейчас фотоаппараты, на которых есть автофокус, на которых есть автоматические режимы экспозиции. Люди, которые, допустим, сейчас купили электронные стабилизаторы и при этом думают, что, блин, снимать видео так просто. И те люди, которые умели работать и выдавать качественный продукт, когда еще были все в основном снимали на 5D-MR3, где не было автофокуса, когда не было электронных гимболов одноруких и при этом делали просто нереально захватывающие видео. Да, сейчас видео снимать просто. И именно поэтому видео, почему сейчас обрушились просто, просто, катастрофически обрушились сцены на свадебное видео. И, скажем так, то, что раньше снимали за 30 тысяч, сейчас люди готовы снимать за 18, за 15, но это просто ужас, потому что доступная техника. Когда вам надо было вручную крутить фокус, когда вам нужно было очень долго учиться, приобретать кучу дополнительного оборудования, там всяких слайдеров, там еще что-нибудь, то снимать видео было сложно. И не каждый мог потратить 2-3 года для того, чтобы пройти этот путь, научиться качественно снимать и, соответственно, брать хорошие деньги за свои съемки. Сейчас в эту профессию пришло огромное количество не понял, что тут за проблема. В эту профессию пришло огромное количество новичков, которые покупают камеры, которые по факту могут все делать за них. И они обрушивают эти цены. Поэтому я, как бы, еще это понял 2 года назад и вовремя с этой темы, слава богу, соскочил. Ну, а те, кто считали, что они будут снимать свадьбы бесконечно, но они сейчас, ну, немного, скажем так, покусывают локти и ищут возможность снимать что-то другое помимо свадьб. Потому что если раньше, вы, наверное, это помните, я говорил, что нет смысла вообще снимать какие-то рекламы, музыкальные там, какие-то клипы дешевые, потому что гораздо проще пойти и снять свадьбу за 90 тысяч рублей, то сейчас вообще не так. Свадьбы снимать перестает быть выгодным. Сейчас видеографов становится уже практически столько же, сколько и фотографов. Ну, и вы сами понимаете, что рынок перенасыщен, конкуренция огромная. Единственное, что приходит на ум всем, соответственно, людям, представленным на этом рынке, это снижать цены до каких-то непотребных уровней. Поэтому, если вы сейчас хотите прийти в съемку свадеб, я вам советую очень и очень хорошо подумать, потому что вполне возможно, например, если раньше вы потратили на технику 300 тысяч рублей, ну, давайте говорить не в рублях, потому что там, понятно, разные курсы, все-таки вся техника у нас производится за рубежом, естественно, поэтому цена на нее в долларах. Ну, если раньше вы, например, потратили 5-6 тысяч долларов на технику, то вы, в принципе, спокойно могли купить эту сумму за одно лето, за три месяца. то сейчас, потратив столько денег на оборудование, ну, не факт, что вы это купите даже за год, потому что, если вы начнете этим заниматься, у вас не будут заказы каждый день. Но мой вам совет, товарищи, кто снимает свадьбы, сейчас для многих клиентов важна только цена вопроса. Их вообще, по факту, не особо интересует, что вы там снимете. Сейчас многие смотрят только на ценник. Поэтому, поставив ценник в 10-15 тысяч рублей свадьбы за полный день, у вас, вы будете завалены заказами. Я вам говорю, это абсолютно серьезно. Да, вы нанесете урон по другим своим коллегам, обрушив своим демпингом этот и так умирающий рынок. Но, тем не менее, вы всегда будете при деле. Теперь давайте уж полностью, наверное, обговорим все вопросы, которые могут касаться свадьбы. Что, если не свадьбы, и куда двигаться дальше? И, к сожалению, для большинства из вас у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, если вам есть куда двигаться, у вас есть какие-то завязки с ребятами, которые снимают, к примеру, клипы, или какими-то киношниками, то вы, в принципе, и сами знаете этот вопрос, куда вам двигаться. А вот, если у вас нет ничего, по факту, кроме свадеб, и весь ваш видеобизнес, ну, я бизнесом это не назову, как я уже говорил, бизнес – это, когда на вас работают люди, а вы просто, так сказать, самозанятый, такой ремесленник, да, по большому счету. И если в вашем портфолио свадьбы играют доминирующую роль, то я не знаю, честно, я не знаю, куда вам, как бы, идти, и куда вам поддаться. Возможно, вам придется снимать свадьбы еще долго, 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 в надежде, что когда-то ценник на свадьбу поднимется. Но я вижу по текущим процессам, что происходит, что-то мне кажется, что в ближайшие 6, 7, 8 лет вряд ли уровень жизни у наших людей станет в 3 раза выше, и что они, опять же, будут готовы платить вам за ваши съемки в 3 раза больше. А сейчас за эти 5, 6, 7 лет появится огромное количество новых камер, и в эту профессию будут приходить новые, новые люди, естественно, будут выкидывать старые. И сейчас, если вы заметили, наметилась тенденция, что фотоаппарат начинает стоить дороже, топовые фотоаппараты. Это связано с тем, что рынок продаж топовых фотоаппаратов, ну, например, Sony, A7M3, ну, полнокадровых, да, фотоаппаратов линейки каждого бренда, он сокращается, потому что рынок перенасыщен. как мне крути, фотоаппараты по большей части покупают фотографы, вот, и фотографы не меняют, скажем так, технику так часто, потому что фотография, она по факту уже 15 лет назад была, а что сейчас? Все одно и то же. Поэтому фотограф может 5-6 лет свободно работать на фотоаппарате. Поэтому рынок сузился, и продажи этих топовых фотоаппаратов, они сокращаются. И для того, чтобы, соответственно, сократить свои издержки на R&D, да, Research and Development, они вынуждены просто поднимать конечные цены для потребителя. То есть, современно, например, как та же Sony A9 стоит, блин, столько же, сколько Canon 1DX Mark II. И, например, сейчас все новые фотоаппараты топовые, мне кажется, что они будут дорожать, дорожать и дорожать. Помимо этого, непонятно, что будет с курсом доллара, помимо этого, непонятно, не введут ли опять какие-нибудь там налоги, то есть, помимо того, что за всего этого платится НДС, там постоянно какие-то изменения в таможенных, пошлинах, в общем, ввоз этой техники может подорожать, то есть, цены будут расти, расти, расти. И вам придется покупать эти новые камеры для того, чтобы соответствовать. Но я, допустим, на своих консультациях общаюсь с людьми, которые используют в работе до сих пор в там Canon 6D, например, Canon 5D Mark III, кто-то даже снимает на Canon 5D Mark II. И, когда они вот говорят, ну, что вот мы хотим вот снимать так, так и так, ну, мне приходится им говорить, ребята, ну, если вы хотите соответствовать современным трендам, да, в той же свадебной съемке, то вам нужно просто менять оборудование, потому что, как я уже говорил, тренды такие, это слоу-моушен и классные пролеты с электронных стабилизаторов. Например, для Canon 5D Mark III нужно покупать Zoom Crane II, а если у вас какая-то маленькая беззеркалочка, то вы можете свободно снимать на гораздо более дешевом стабилизаторе. Вам нужен слоу-моушен. Без обновления оборудования не обойтись. Люди так удивляются, мол, как же это так? Они живут еще вот теми стереотипами, что, блин, на 5D Mark II что-то там сняли серию или пол-серии Доктора Хауса и они считают, что у них кинематографический инструмент в руках, забывая о том, что на съемках кино в первую очередь имеет значение свет и, собственно, режиссура. И на что снималось уже не так важно. А вот, когда вы снимаете в сложных условиях на свадьбах, где у вас нет правильно выстроенного света, потому что вы работаете, как правило, с естественным светом, то там очень многое решает именно камера. Вроде я рассказал обо всех своих мыслях насчет свадеб, хотя, как обычно, может, это и не так, потому что, возможно, я что-то забыл, что-то упустил, но, тем не менее, выпуск сегодня у нас получился достаточно большой, поэтому посыл мой простой. Если вы свадебщик, и это слово не несет никакого негативного контекста, если вы свадебщик и кто-то вам а-ля там какой-то мэтр, видеоблогер или какой-то чувак из паблика рассказывает, что ты свадебщик, значит, ты никто, ты абсолютно бесталантный, что с тебя нечего взять, ты не можешь творить, смело шлите его, ну, вы знаете сами куда.